А вот знаешь, зритель, уважаемый, давай сегодня без витиеватых прелюдий и долгих вступлений будем кратко и рублено. Потому как новости нынче стремительны, как домкраты, и также изящны. Такими словами хотел я, Глеб Лавров, начать сегодня рубрику «Будет дополнено». Но потом рассмотрел в интернете домкраты, и оказалось, что некоторые очень даже ничего, даже изящны. А вот громкие новости про стремительный домкрат санкций ЕС против российской нефти грубы, но витиеваты, и потому-то должны быть дополнены. А раз должны, значит будут. Это же тебе не обещание Запада. А между тем, обещание Запада в отношении российской, да и чего ж греха таить заодно белорусской экономики, логистики и производства, все больше заставляют вспомнить очень восточное, по сути, выражение о жестокости законов, которая сильно смягчается необязательностью их исполнения. Также и санкции ЕС. Если где в первом предложении заявлений говорится о полном отказе, всеобъемлющем эмбарго и тотальном бане, то стоит посмотреть пункт второй. А там комментарии, исключения и послабления, которые тут же названы временными, исключительными и особыми. Но! И с одной стороны, глава Еврокомиссии Фундерляйен заявляет, что новые санкции лишат российскую экономику возможностей для модернизации и диверсификации. Россия пойдет ко дну. А президент Евросовета Мишель убеждает, что новый пакет призван сломать российскую военную машину. И вот уже кажется, что это есть их последний и решительный. Однако с другой стороны выясняется, что и немедленный эмбарго будет весьма вероятно вводиться в течение минимум полугода. Да и часть стран, в частности Словакия и Венгрия, а может еще и Чехия, скорее всего получат отсрочку. А потом выясняется, что к тому же именно через Словакию и Венгрию российская нефть, например, попадает в Евросоюз. А после еще узнаешь, что и прямо сейчас компании некоторых европейских стран закупают нефть рекордными объемами. Причем, по понятным причинам, у России и закупают. И вот суммируя это все, возникает твердая убежденность, что бой Евросоюза с черной жидкостью, мадын-мазараша, кажется не последней и нерешительной. Да и жидкость, если присмотреться повнимательнее, не такая уж и черная. И уже эта всякая исключительность почти полностью исключает тотальность санкций. И к ЕС начинают возникать вопросы, даже и в самом ЕС, и тем более в окрестностях. Например, за чей счет банкет, кто оплачивать будет? И тут в Турции, ну, стране, которая вот уже более двух десятков лет все стоит на пороге ЕС, да никак не войдет, турецким по белому немного съехицы пишут, счет за изменения энергетической политики в ЕС будут оплачивать в основном население. Но даже и в этом случае, а может ли мировой рынок себе позволить быстро заменить Россию для Европы? И знаток Мухаммед Баркиндо из Нигерии на минуту Генсек ОПЕК, выигрывая минуту, отвечает досрочно. Свободных мощностей просто не существует. Потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок. И имеется в виду, что особенно весь. И, наконец, а будет ли Россия, сложа руки, горестно ждать? И тут слово берет BBC из Великобритании. У Владимира Путина развязаны руки. Ответит на европейское нефтяное эмбарго газовым, а при желании ограничить еще и экспорт металлов. К этому все готово. За день до объявления о шестом пакете санкций Путин подписал указ о контрсанкциях, которым запретил любые сделки, в том числе поставку сырья с теми, кто попадает под них. Список он поручил составить в течение 10 дней. И что-то мне подсказывает, что для некоторых из тех, кто с писком попадает в этот список, писк может стать сдавленным, тихим, полупридушным хрипом. А санкции? Санкции ЕС по нефти или газу, а на будущее еще и по металлам, а на перспективу еще и по урану, конечно, будут громкими, рубленными и стремительными будут, как домкрат. Но все эти новости будут дополняться. А дополнительно еще и смягчаться. А где-то кем-то еще и обходиться. Вот увидишь, зритель уважаемый. И я, Глеб Лавров, буду тебе их дополнять, как и обещал на прошлой неделе. Я свое слово держу. Я ж не Евросоюз. Продолжение следует...